Наука и технологии. На телерадиоканале Страна.ФМ. Профессия переводчик. Мы сегодня о ней поговорим, в частности. Насколько она востребована сейчас? Потому что бытует мнение, что любой выучит сейчас язык, будь кем-то, и вот язык от приложения. Или, может быть, электронный перевод уже молодежи поможет все понять. Приятно очень, что вы действительно знаете эту тему. Действительно, такое заблуждение, на мой взгляд, заблуждение, оно существует. Потому что количество людей, которые прекрасно знают иностранные языки, не секрет, оно действительно очень велико в России. И, в принципе, наверное, для любого интеллигентного человека знание как минимум одного иностранного языка считается какой-то базовой такой компетенцией. Но знать какой-то иностранный язык, это еще совсем не значит, что быть переводчиком. Потому что суть переводческой профессии, это именно профессионально устанавливать мосты. И самое главное, понимать, что такое межличностная и межкультурная коммуникация. Потому что, действительно, мы не можем отрицать наличие технологий. Даже не то, что глупо, но просто это действительно часть нашей жизни, которая делает нашу жизнь очень-очень удобной. Потому что многие уже говорят о начале четвертой промышленной революции, об интернете вещей, о больших данных и так далее. И искусственный интеллект, который будет разговаривать с людьми на другом языке. И искусственный интеллект, это, безусловно, мы должны к этому быть готовы. Это ждет общество. Поэтому надо просто думать, в каких формах будет существовать переводчик. Но человек-переводчик, я думаю, это одна из самых древнейших профессий. Поэтому и каждое время диктует свои потребности. Потому что, так как мы начинаем жить в эпоху больших данных, это приводит к тому, что мы будем жить в эпоху очень высокой неопределенности. Это, во-первых, и действительно популяризации, я думаю, что будут происходить тенденции ухода от английского как лингофранка, именно языка, на котором говорят все. Безусловно, это будет язык международного общения. Но все же существует же и политический компонент, когда каждая страна захочет говорить на своем языке. И нужны будут специалисты не только по английскому языку, но и по большому количеству языков. И, кроме того, пока машина не может мыслить ошибочно. Например, человек способен мыслить не только логически, но и ошибочно. И человек, переводя, может понимать, где ошибки кроются. Кроме того, у человека есть еще эмоциональный интеллект. Половина фразы может быть сделана вот так. Да, поэтому очень важно понимать, действительно, при каких обстоятельствах. Причем, понимаете, взрослый человек, он никогда не говорит одним планом содержания. У взрослого человека всегда есть подтекст. Ирония, может быть. Ирония, да. Многие взрослые люди говорят с двойным подтекстом. То есть еще есть подтекст, подтекст. И вот эти скрытые, так скажем, имплицитные смыслы машина пока не может. Ну, конечно. Я думаю, не сможет. Даже Google или Яндекс, простейшие переводчики, но они иногда так это делают, простите, тупо. То есть дословно буквально совсем. Да, и в основном вся вот эта теория о том, что машины смогут переводить, она зиждется на том, что действительно приложения развиваются. И, например, на Олимпиаде в Пенчане действительно уже роботы помогали, например, найти дорогу, помогали перевести одну фразу, где находится кафе, как пройти на почту и так далее. Но раньше, до вот этой вот кибер, так скажем, революции, в принципе, в этих ситуациях переводчик, как человек, никогда и не использовался. В общем, просто использовались, ну, как сказать, какие-то брошюрки, в которых были какие-то базовые фразы. Первый вывод, а одно другого не исключает. Пока, по крайней мере. Друзья, у нас маленькая пауза, после которой мы продолжим общение на русском языке. Будьте в компании «Странный тренд». Мы продолжаем, Екатерина Пахалкова, декан переводческого факультета МГЛУ сегодня в гостях у «Страны ФМ». Мы говорим про интересные иностранные языки и вообще про то, как их много. Да. Вот сколько изучают их у вас в УЗИ? У нас в университете 35 иностранных языков, включая русский язык как иностранный и даже жестовый язык. Вот я думаю, что мало университетов в России, которые такой спектр языков изучают. Вне эфира вы нам сказали интересную вещь, что популярны не только языки других континентов, как ни странно, в России, а и языки стран СНГ. Да. Ну, вообще вопрос популярности языка – это действительно очень интересный, даже философский, можно сказать, вопрос. И не конкретно. Среди кого? Потому что среди родителей абитуриентов свои рейтинги популярности, так скажем. Среди работодателей свои рейтинги. Вот работодатели, потому что дети же потом… И самое главное, дети, у детей, у родителей и у работодателей не всегда совпадает вот этот рейтинг популярности. Поэтому, вот, например, действительно, языки СНГ, очень мало у нас специалистов именно переводчиков, не просто людей, которые знают, а которые знают, как переводить. И действительно, запросы есть… Это же другая профессия. Это другая совсем профессия. Это не просто изъясняться… Да. Правильно, быстро, очень компетентно. Потому что всё же перевод, ну, существует некий такой треугольник, да, вот знание одного языка, другого языка. И при переводе всё должно попадать как бы в категорию смысла. Переводить на из одного языка в другое. Вот это вот важно. Но, безусловно, существует какая-то вдруг точка во времени, когда какой-то язык становится более популярен, чем другой. Например, мы в этом году открыли чешское отделение, потому что… А до этого не было вообще, да? Да. Вот. Потому что действительно это такое направление, куда многие хотят дальше ехать, продолжать, повышать свою квалификацию, например. Или вот мы планируем также греческий в следующем году, хинди, да, например. То есть такие языки, которые мы понимаем, что уже есть запрос от работодателей. Вот. Ну и вообще, конечно, в современном мире вот особенность МГЛУ в том, что у нас всегда два иностранных языка, но очень многие выбирают и третий тоже. Потому что кто-то в школе учил, например, немецкий, и просто хочет его поддержать на высоком уровне, получить по нему диплом, в дипломе, чтобы он был указан. То есть лучше, конечно, не продолжать изучать то, что в школе уже довольно хорошо изучил, а, например, лучше взять третий язык, потому что… С чистого листа как бы. Да. Вот. И уже стать специалистом, потому что чем больше языков, тем больше выходов в другие, можно так сказать, информационные пространства. Это… и культуры. А нет такого, что… ну как бы ты не глубоко изучаешь один язык, идет как распыление некое такое, что вот так похватал… Качество такое себе. Да. Я думаю, что в МГЛУ это просто невозможно. Действительно, с одной стороны, это наша гордость, с другой стороны, это, ну как сказать, наша боль, может быть, потому что мы действительно очень профессиональные и глубокие даем знания. Ну, например, для сравнения, 18 часов иностранного языка в неделю. Это очень много. Я думаю, что мало в каком университете есть такое. Ну, я имею в виду переводческий, конечно, факультет, потому что сначала закладывается теоретическая база, без которой абсолютно нельзя. У нас очень много курсов по грамматике, теорографонетике, лексикологии и так далее, потому что, когда есть прочная основа, на нее можно все что угодно нарастить вот дополнительными различными какими-то занятиями, даже собственной мотивацией. Вот. Поэтому, когда мы выдаем диплом, мы точно знаем, что это уже серьезно. Смотрите, среди нашей аудитории не только слушатели и зрители имеются в виду, студенты ваши. Вот как учить язык? Может, вы нам дадите какие-то советы? Сейчас это модно. Не все еще студенты вашего вуза, но просто кто-то с книжкой сидит и учит. Да, это очень хорошо, потому что вот мне как декану, например, хочется, и человеку, который сам закончил переводческий факультет, мне бы хотелось, чтобы люди приходили действительно сознательно, те, кто хотят работать с языком и хотят быть переводчиками. Вот мне, да, наш преподаватель Дмитрий Петров, ну, возможно, многие его знают. Да, он был у нас в эфире уже, да. Да. Вот мне очень нравится тоже его концепция. Просто, с одной стороны, учить язык для удовольствия и для хобби – это одно, а учить профессионально – это другое, но есть точка соприкосновения. Вот залог успеха в изучении любого языка, я думаю, многие коллеги со мной согласятся, это первый прекрасный преподаватель, потому что преподаватель знает методику. Никто не стрижёт себя сам, например, он идёт к специалисту, и он делает как надо, по правилам, по законам. Школу даёт. Хороший преподаватель. Соответственно, преподаватель знает что? Хорошие учебники, потому что учебники – это методика, это скорость, это эффективность. Безусловно, мотивация, потому что изучение любого языка начинается всегда с любви. И если есть какая-то антипатия к этому языку, бывает такое, вот многие, у меня не пошло. И вот когда это полное погружение, действительно полная вовлечённость, хочется смотреть всё, ходить на выставки, смотреть фильмы, слушать песни, потому что если ты не любишь вот эту культуру, то не будешь песни слушать. Скажите, а есть какой-то, например, элемент из драйва языка, пробники, потому что человек приходит, вот 35 языков, что выбрать? Он бы и хотел, но вот что пойдёт? Да, да, да. Это интересный вопрос, действительно. В принципе, да, для этого, наверное, мы делаем Дни открытых дверей, чтобы действительно показать, посмотреть. Потому что сейчас есть действительно… Потолок открыть как бы, живой. Ну, да, когда есть действительно увлечённость, интерес и мотивация, тогда всё появляется. Ну, вот, например, сейчас бум изучения китайского языка. Но многие на определённой стадии понимают, что это не их. Да, вот есть какая-то вот химия такая между человеком и языком, да? Вот, но она складывается, опять же, всё равно преподаватель, который хорошо может замотивировать, но всё же китайский язык. Ну, например, просто вот такой вот. Сейчас мы сделаем паузу, а пример будет после неё. Не переключайтесь, друзья. Возможно, даже независимо от самого себя, вы влюбитесь в конце этого часа в корейский язык. Мы сделаем всё для этого. Смотрите, слушайте «Страну.ФМ». Кореевед, кандидат филологических наук Екатерина Пахалкова в гостях у «Страны.ФМ». Смотрите, слушайте вопросы ВКонтакте, задавайте. Вопрос такой. Взрослые люди хотят выучить какой-то язык, боятся, не знают, можно ли с нуля абсолютно выучить, ну, в корейский или там другой какой-то язык. Скажите нам. Взрослые люди — это, во-первых, не преграда. Любой человек в любом возрасте, если он что-то действительно очень хочет, он это сможет сделать, потому что, ну, это банальность, но человеческие возможности, они безограничны. Мы просто таким пятиэтом прониклись к МГЛУ, и какая сложная программа, и как люди профессионально к этому подходят, всё страшно теперь. Да, мне кажется, да, и главное действительно — желание. И, понимаете, это как в фитнес-клубе. Вот вы хотите, чтобы у вас была мышца, вы просто ходите сначала в течение… Главное — не прерываться, да, сначала нужно… Регулярность. Да, ну, заставлять немножко себя. И как получается. Да. И вот когда уже привыкаешь, а привычка обычно формируется через 60 дней, потом ты уже начинаешь от этого получать удовольствие. Вот. И действительно, я думаю, что все ограничения, они всегда в голове у человека. У всех они разные. В основном взрослые люди. Почему у них не получается, и почему они себя останавливают? Вот. Потому что они боятся, ну, подсознательно, конечно, осуждения, что взрослый человек не выучил. Ну, как-то несерьёзно. Да, несерьёзно как будто. Кто-то боится, что кто-то посмеётся и так далее над ними. Ну, мне кажется, просто это надо с удовольствием делать, да. И коммуникация же, она не зависит, честно говоря, от слов и грамматических конструкций. Вот вы замечали, что если некоторые люди хотят пообщаться, им достаточно двух слов для того, чтобы эта коммуникация состоялась. Всё же вот действительно межкультурная коммуникация, которая является перевод, это, с одной стороны, дело сложное. Как установить контакты? В принципе, вот мы иногда видим ролики, например, такие смешные, переводчик с мужского на женский. Это тоже межкультурная коммуникация, потому что есть одна культура, есть другая культура, и им как-то надо эффективный контакт между друг с другом установить. Вот. И когда есть желание, всегда будет вот эта межкультурная коммуникация. И я думаю, что надо обязательно идти, только действительно надо подойти серьёзно к преподавателям. Вот у нас есть курсы дополнительного образования, например, в МГЛУ, куда, ну, на сайте это доступная информация, можно обратиться. Ну, кто хочет, приходит заниматься, да? Да. Вот. Хотя это... Вы говорите, боятся, что посмеются, но вы как преподаватели уже видите, но там правда могут посмеяться? То есть, ну, понятно, какая атмосфера, да. Мне кажется, нет, профессиональный преподаватель, он всегда создаёт такую атмосферу и всегда настраивает на это, потому что мы уже знаем, мне кажется, большинство преподавателей знают, как работать на опережение, потому что особенно когда... Вообще студенты, когда приходят, это люди бесстрашные. Мне это нравится, они такие вот, они ко всему готовы, вот, они не знают, как любой вот инфант, вот, они ко всему готовы, ничего не боятся. А взрослые люди, они уже более осторожны, как-то вот они так рассматривают. И поэтому, мне кажется, преподаватель, он всегда настраивает. Вначале говорят, что вот, ну, давайте, вот почему вы не можете эту фразу сказать? Я боюсь, что я сделаю ошибку. Да, вот такая вот осторожность присутствует. И вот вначале, мне кажется, надо от этого ощущения просто избавиться. Раскрепостить. Ну, ошибка, да, а потом уже не будет ошибки. Вот. И вот это раскрепощение, почему я говорю, что удовольствие, хороший преподаватель, хороший учебник, но все же еще есть один такой элемент, который больше всего все не любят, это домашнее задание. А, не нужно домашнее задание. Это то, чего нет у взрослого человека, но у взрослого человека есть понимание, что это такой тайм-менеджмент, например, как свои силы правильно распределять. Вот, поэтому... Вообще не распыляться, то есть. Да, поэтому, мне кажется, разные всегда методики. Для детей одно, потому что они на импульсе и на таком, ну, можно сказать, таком чистом сознании очень многое могут выучить. А взрослый человек на каких-то логичности своих поступков. Сейчас сообщение пришло от нашего тайм-менеджера. Говорит, надо вам отдохнуть. Сейчас артисты выступят, а потом мы продолжим. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, Екатерина Пахалкова по-прежнему в гостях у телерадиоканала «Страна.ФМ». Мы сегодня говорим про иностранные языки, но говорим пока еще по-русски. И про перевод. Да, про перевод. Вот что важно. В 21 веке есть такое понятие, как «soft skills». Насколько это важно? Давайте сначала с термином определимся, что это такое. Всем расскажем. Ну, возможно, я не совсем профессионально, не так, как в Википедии будет написано. Но мне кажется, soft skills — это некие навыки и компетенции, которые дают человеку возможность быть более гибким, понимать, как бы считывать инсайты некие, как общество меняется, какие потребности появляются. То есть некий список компетенций, навыков и даже знаний, которые делают его особенным, не таким, как остальные, может быть, специалисты в данной сфере. Потому что под hard skills, например, понимается то, что дает, например, общеобразовательная программа в школе, в университете. Вот, поэтому soft skills формируются очень различными компетенциями, например, даже волонтерством, участием в каких-то чем-то дополнительных. То есть как человек может работать в коллаборации с кем-то, например. То есть какие-то навыки, которым не обучают университеты. То есть быть сверхэффективным в современном мире. Да, продуктивным, эффективным. Ну, короче, везет тому, кто везет. И вот насколько вы эту инициативу грамотно умеете проявлять, да, и приобретать что-то новое, подстраиваться. Да, да. Подстраиваться даже в систему в хорошем смысле. Мне кажется, именно переводческое образование и знание иностранных языков вот как-то очень активизируют вот эту вот возможность приобретения чего-то нового. Потому что, ну, действительно существует теория второй языковой личности. То есть сколько языков учишь, столько жизней проживаешь. Поэтому, когда человек начинает изучать другую культуру, другой язык, он получает выходы в другие, так скажем, инокультурные пространства, доступ к другому менталитету. Поэтому очень многие работодатели, они очень приветствуют, когда человек знает родной, английский, потом иностранный и, желательно, восточный язык. Потому что именно тогда он настолько гибок, потому что он понимает, что всё не... Все части света примерно может понять, что где. Да, что происходит. Принимать абсолютно нестандартные решения, находить какие-то решения действительно. Во-первых, он имеет доступ к информации, которая не вся на английском языке написана. А во-вторых, действительно знает образ мышления, менталитет других народов. И тут, мне кажется, ещё я свою ремарочку такую ставлю. Понимать, у нас страна большая, допустим, вот моя семья вся с Дальнего Востока, в Владивостоке. И там это уже как норма. Люди даже, если не изучают язык как таковой, но это когда ты на границах живёшь, ты уже понимаешь, они отличаются иероглифы китайские, японские. То есть такое плотное у нас сообщение идёт, потому что не только можем за Москву выручаться. Да, иероглифика — это вообще отдельная очень интересная тема, потому что сама иероглифика иероглифы зародились в Китае, но и в Корее, и в Японии они тоже используются. Но и в Корее, и в Японии ещё используется своя письменность. Они очень уникальны. Корейцы гордятся хангилем, японцы — катакны, хираганы. И действительно, иероглифическое письмо, оно в принципе... Ты понял, что случилось, что сейчас произошло? Да, иероглифическое письмо, оно очень тренирует, так скажем, мозг, память. И вообще это полезно. Вот, расскажите, у нас программа всё-таки «Наука и технологии». Насколько это полезно для мозгов наших, для развития мозга, изучения языка? Да, мозг — вещь такая действительно очень абстрактная, очень сложная говорить, но изучение иероглифов, оно полезно для многого. Для развития творческого потенциала, потому что для развития памяти. Гармоничная, мне кажется. Да, и вообще у меня такое ощущение, вы знаете, что если письменности у нас такие линейные, ну, русский язык, английский, да, мы пишем строчку, да, то иероглиф — это некое 3D-пространство. А там, как они пишут, не линейно? Они, конечно, тоже пишут строчку линейно, но сам по себе иероглиф — это некое понятие, концепт, да. Причём сам иероглиф состоит из каких-то частей, ключей, которые тоже сами по себе обладают какими-то значениями. Поэтому это абсолютно другой тип письменности, другой тип сознания. Наверное, наиболее древний, потому что есть пиктограммы, да, которые изображают какие-то картинки. Дерево, человек. Сейчас они вернулись как раз в эмодзи и всё это. Вот, да, есть и диаграммы, которые выражают какие-то идеи, например, элемент «человек» и «дерево» обозначает «отдых». То есть вот есть гораздо более сложные иероглифы, просто многие, кто начинают изучать китайский, их увлекает именно вот этот сам процесс изучения иероглифики, вот. И многие просто для того, чтобы не состариться с точки зрения, да. Ну это же, да, развивает. Вот у меня есть такой стереотип, что если изучать иероглифы, просто оперативная память мозга кончится, их так много. Вот, мне кажется, наоборот, потому что, безусловно, нейроны мозга, они только до какого-то возраста, да, вот, разветвляются, а потом только умирают. Но, возможно, поэтому у нас есть очень мудрые взрослые люди, у которых есть ещё свои дети, которых они с самого детства пытаются, вот, и в музыкальном плане развивать, и в языковом, да. Да, это всегда будет только-только в плюс, по-моему, да. Расскажите, почему корейский язык, да, вот, из всего многообразия. Да. У меня, с одной стороны, очень такая, может быть, романтичная детская история. Ну-ка, ну-ка. Да. Папа моей подруги вернулся с Олимпиады 88-го года и привёз очень красивый веер корейский. И каждый день я ходила к ним в гости и придумывала, когда у меня будет тоже такой веер. Ну, потом я себя останавливала и думала, ну, никогда. Сейчас, конечно, у меня множество таких вееров. В общем, какое-то детское такое вот у меня было, такое впечатление от вот этих красивых таких цветов корейских. Вот. И я как-то увидела корейский алфавит, он действительно очень уникальный, такой красивый. Это буквы, да? Это буквы, да. Вот. И мне действительно это очень понравилось, хотя я на некоторое количество лет забыла об этом. Вот, когда поступила в университет, я оказалась в корейской группе. Я думаю, что это вот какая-то судьба, что ли. И вы влюбились прямо с первого урока. Ну, я думаю, безусловно, это от наших преподавателей, конечно, всё зависело. Вот. И от уникальности страны. И хотя я уверена, что правильно предложенный материал преподавателями, он всегда порождает такую вот любовь и заинтересованность. Ой, как. Ну и в культуру, да? То есть вы поняли сразу, как-то внедрились, полюбили. Да, безусловно. Язык же это не просто вот слова или какие-то грамматические конструкции. Это всегда вот целый комплекс всего. Интерес к стране. Интерес к стране, мне кажется, это всё равно первоочередное. Литературе. Я люблю корейские машины. Друзья, мы любим ещё и песни. Давайте уделим им внимание, после чего вернёмся опять к обсуждению. Наука и технологии. На телерадиоканале «Страна.ФМ». Друзья, Екатерина Пахалкова в гостях у «Страны.ФМ». Кандидат филологических наук, декан переводческого факультета МГЛУ и Кореевед. Можно я открою? Да, можно. Да, открою. Екатерина Анатольевна была в Северной Корее. Да, недавно. Недавно. Ну и как ты рассказываете? Да, действительно, это очень был уникальный опыт. По приглашению посольства российского мы поехали с проректором на Олимпиаду по русскому языку. По русскому языку. Да, среди корейских школьников. Да, среди корейских школьников. И несмотря на то, что я корей занимаюсь с 95-го года, и даже в начале мы учились по северокорейским учебникам и по южнокорейским учебникам, я оказалась в Пхеньяне впервые. И он на меня действительно произвел очень большое впечатление. И люди, и сам город, и то, как нас встречали, и то, как они знают русский язык. Это тоже очень приятно. То есть те специалисты и школьники, учителя школ, с кем мы общались, они действительно, во-первых, испытывают большой интерес и они действительно очень хорошо его знают. А вот российская музыка, например, у каких-нибудь артистов наших. Да, вот Ваня Чабанов. Меня, знаете, очень удивило. Они, во-первых, вообще корейцы все, и южные, и северные, у них какой-то талант музыкальный у всех есть. Может быть, это какое-то что-то национальное. Они действительно очень хорошо поют. Караоке любят. Да, да, да. Цветостроение у них нормальное. И мне понравилось, что они пели песню, например, «Маленькая страна». И я никогда не ассоциировала это с ними, но вот мне показалось, что они прям про себя пели. Вот «Маленькая страна». Вот они очень, школьницы, она их очень экспрессивно, валенки да валенки исполняет. То есть они знают и современную, вот, и традиционную. Да, а какие у них особенности, ну, то есть в психологическом плане, я не знаю, насколько они гармоничны. Насколько эмоциональны эти люди. Насколько эмоциональны. Ну, действительно, мне кажется, это действительно очень уникальный народ. Ну, просто, может, потому что я занимаюсь Кореей, очень люблю. С одной стороны, это действительно люди, которые очень трудолюбивые, такие очень энергичные. Тут и северная, и южная Корея, да? Да, и это похоже. Я вообще не стала бы разделять, потому что это действительно одна нация, один язык. Ну, просто в силу некоторых политических обстоятельств оказались разделены. Ну, какие-то базовые вещи общения. Да, действительно, потому что это был единый этнос многие века, это даже, наверное, тысячелетия. Я бы сказала, даже отличный, наверное, от китайцев, тем более японцев. И да, они действительно очень трудолюбивые, очень энергичные. Так как вот доминировала конфуцианская идеология, важнее всего было образование. Вот мне кажется, вот образование детей, и они очень правильно выбрали путь, причем много веков назад. Вот это вот самая главная ценность в их жизни. Во-первых, вложить по максимуму в своих детей любые деньги, это инвестиции, которые окупятся. Здорово. Вот, и с утра до вечера они занимаются только этим, причем, ну, какое-то поколение, которое жило в эпоху войны, там, и так далее, каких-то индустриализаций, и не смогли получить хорошее образование. Сейчас все идут в университеты, многие идут в университеты. Вот это, мне кажется, такая вот очень важная часть характера. Вот, кроме того, они очень гармонично, вот, мне кажется, живут с природой и окружающим миром. Он у них вот, да, очень наблюдательный, что происходит, с кем они, да, схожи, видимо. Ну, я не стала бы с другими сторонами, да. Ну, понятно, да, простых особенностей. Вот, мне кажется, это что-то такое вот действительно... Бережное какое-то отношение. ...наблюдательность, да, и друг к другу, вот, и к окружающему миру присутствует. С другой стороны, мне кажется, вот, особенность тоже, вот, ну, на юге я больше это вижу, очень динамичность такая, даже у Кореи выбрала такой вот лозунг Dynamic Korea, они очень быстро меняются, поэтому невозможно говорить, что вот так было испокон веков. Да, так было испокон веков, но вот они очень быстро преодолевают какие-то стереотипы, если они понимают, что так уже не современно или не модно, да. Вот, они действительно впитывают... Ну, в том же автомобилестроении Южная Корея, там, будет здорово, как говорится. Да, они интересуются, что происходит во всем мире, и, мне кажется, вот это вот как-то обогащает их культуру, они меняются, характер меняется, вот, если раньше было, например, всё поли-поли, это вот такое вот корейское слово, всё побыстрее, побыстрее сделать, сейчас, конечно, осталось это тоже, но, мне кажется, вот, какие-то вещи они анализируют, рефлексируют, пытаются на национальном уровне, может быть, даже что-то изменить. А как они отдыхают? Вот, то есть, вы говорите, они настолько трудолюбивые, но они... Ну, мне кажется, культура отдыха в Корее очень-очень динамично меняется, потому что раньше всё было связано с детскими каникулами, и, в принципе, практически отдых любого среднего корейца составлял 3-5 дней. У них отпуск-то нет, по-моему, да. Да, да, вот, но есть большие праздники национальные, Новый год, праздник урожая, чусок. Большие-то, как у нас, 10 дней? Ну, да, иногда практически так. Хорошо. Да, вот, только по лунному корейнодарю, это вот очень серьёзный такой большой праздник, вот. И всегда было всё привязано вот именно к этим небольшому количеству дней, когда дети не ходят в школу, вот. Но сейчас действительно появилось такое понятие, как well-being, да, такое вот качество жизни. Или там, вот. Комфорта. Да, комфорта. Потому что очень много поколений подряд думали только о том, как вот обеспечить старость или детей образование. И сейчас многие выбирают, например, не ехать за границу, а поехать просто в какой-то город небольшой, именно на территории страны, да, или поехать даже в Temple State, да, в буддийский монастырь провести выходные там, вот, или на берегу моря. И, кстати, меня удивляет, насколько быстро они вот развили свой внутренний туризм. Вот. У каждого города есть как что-нибудь такое интересненькое, которое они подают. Вот. И они внутри страны путешествуют, то есть и выходные очень качественно проводят. Вот. Я думаю, что в этом вот есть что-то такое очень... И очень быстро перешли к этому, да, качественная еда, качественный отдых, вот. Нетоксичные люди. По-моему, врачей они очень любят, уважают. Да, и... Ну, у них вообще, вот если говорить про Южную Корею, очень классная медицина. Да, у них средняя продолжительность жизни 85 лет, и они действительно очень серьёзно относятся именно... Меня иногда радует, я иду по городу, и вот, например, на светофоре, особенно пожилое поколение, никогда не стоят спокойно. Они сразу начинают делать зарядку, вот какие-нибудь упражнения вбок, вправо, влево, да. Вот. Это очень мило, да. Надо принять сведения. Да. Если человек собирается, ну, задумался, да, поехать в Южную Корею, например, Куда... В Северную? Попробуйте. Куда поехать? Посмотреть, что... Ну, страна небольшая, но, безусловно... Южная Корея. Да, Южная Корея страна... Вообще страна небольшая. Вот. Конечно, нужно всегда знать себя, что больше всего интересует. Но Сеул — это очень уникальный город. Там живёт почти половина населения, такой высокотехнологичный, но там нет, например, практически исторических никаких зданий, да. Где история, да, Екатерина? Да. Вот. Есть храмы, есть дворцы, есть буддистские храмы. Вот. Пусан — город, это город-порт. Там очень такая активная жизнь. Там тоже есть и монастыри. В Корее есть горы. В Корее есть три моря. Ой. Это всё очень-то здорово. Спасибо. Приходите к нам ещё, нам нужен цикл. Мы ничего не успели, это было безумно интересно. Друзья, Екатерина Пхалкова, декан переводческого факультета МГЛУ была у нас в гостях. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо.